Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Хочу поделиться одним наблюдением, которое я сделал, стоя в пробке на Садовом кольце по пути сюда же, к вам, дорогие слушатели. Стоял я на Садовой сенной около Смоленской площади и наблюдал за окнами МИДа, как-то вот так вот давно я за ними не смотрел. Большое, значит, здание, одна из семи сталинских высоток архитектора Гельфриха. И вы знаете, там такие, помимо того, что, видимо, как-то давно эти окна не мыли, там какие-то такие занавесочки, меленькие, беленькие, вот, знаете, как в советских поликлиниках были лет 30 тому назад, такие все сжатые, такой ситчик. И такие более крупные занавески, нависающие, вот, видно, там над такими большими порталами, портиками кабинет министра, там такие тяжелые занавески. Я смотрел на эти занавесочки, такая тоска меня охватила от них, вот, я представил весь этот чиновный бюрократический быт, который за ними происходит, и я подумал, что, наверное, их не меняли с советских времен, с 80-х, а может, с 70-х годов. И, собственно, весь мой опыт бытования в таких вот чиновных коридорах власти, эти неизбывные какие-то канцелярские столы и ковровые дорожки. И вся вот эта вот метафизика власти, она как-то невероятно неизбывно советская, так что вот как-то меня пахнуло от этих занавесочек такой вот совковой вещью. И вы знаете, к чему я это все начал? Мы хотим сегодня поговорить о бюрократии, поговорить о чиновничьем классе, о чиновном сословии. Насколько оно живуче, насколько оно самовоспроизводится, как вот эти вот самые занавесочки, как вот эти вот папки, дыроколы, телефоны, насколько оно унаследовано от советских времен. И в гостях у нас сегодня Георгий Александрович Сатаров, президент фонда Индем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот в вашем фонде много проводилось исследований бюрократии, коррупции. И сами, собственно, вы соприкоснулись с высшими слоями бюрократии, когда работали в 90-е годы советником президента. Ну, вы знаете, вот первое, что я хочу спросить, это вот такое вот как бы самовоспроизводство бюрократии российской. Существует ли такой бюрократический ген, что вот то, что, так сказать, мы наблюдали, то, что описывает Гоголь, то, что описывает Салтыков Щедрин, что вот это век за веком воспроизводится в наших, под нашими осинами? Ну, похоже, что да. Похоже, что да, потому что разные гены работают в разных странах, и это видно довольно отчетливо. Ну, например, мы можем различать, как воспроизводство французской бюрократии и английской бюрократии. Совершенно по-другому американская, с другой динамикой, с другими, если угодно, идеями. И, конечно, есть специфика русской, российской бюрократии, которая, которая на самом деле ведет свою историю от монгольского ига. Потому что, в принципе, политическая матрица русская поменялась в результате монгольского ига. Ведь, как писал Вернацкий, младший, который писал про монгол и русских, будучи там в Америке, в эмиграции. Он писал так, что основой политического строя до монгольской Руси, киевской Руси, была свобода. И это действительно так. Нас обычно в школе учат, что у нас было два, две демократии, так сказать, древних. Это Новгород и Псков, но это чистое вранье. Потому что, на самом деле, удельничьего строя был по всей Руси. Абсолютно по всей Руси. И, собственно, то, что позже, конструируя корни романовской монархии, историки уходили вглубь и искажали, как положено, историю. И писали всякую ерунду про князей. И как проект корни этой монархии, это все вранье, потому что это была просто приглашаемая исполнительная власть. Такая фискально-военная, которую вечер, если не нравилось, или бояре, если не нравилось, к чертам хреначьим прогоняли. Они шли предлагать свои услуги в другие города и так далее. А, в принципе, это была конфедерация городов. И сейчас современные историки больше находят аналогии вообще с Древней Грецией, чем с нынешней Россией у этой конфедерации. И вот приходят монголы в XIX веке с их империей, организацией, дорогами. С жесткостью, иерархической властью. Никаких там, извините, вечи и прочей ерунды. Исак. И находят общий язык с князьями, потому что, понятно, князья всегда боролись с вечи за власть. И тут они находят таких мощных союзников, как монголы. И, конечно, эти 200 лет такого серьезного колониального существования, существования в качестве колонии монгольской империи, наложили жесточайший отпечаток и на всю дальнейшую историю, на идеологию власти и на, собственно, идеологию бюрократии, которая не росла, как в Европе, от идей просвещения, которые, собственно, стимулировали рождение государства в современном смысле, а росла от идеи служения государю. Раб твой писали все, включая Жюриковича и Петру. И это было абсолютно искренне, это была не форма вежливости, а это была формула политического устройства. Что было невозможно уже в Европе в принципе. Ну, так что это значит, возвращаясь к нашей теме, к бюрократии? То, что вот это вот рабское, иерархическое, автократическое правление, что бюрократия была встроена вот в этот вот рабский порядок? Конечно, конечно. Более того, она ментально встроена до сих пор. Я напомню, при прежнем генеральном прокуроре по фамилии Устинов, во время одной из этой расширенной, как это у них называется, коллегии, в присутствии президента позапрошлого, то есть Путина. То есть нынешнего, да. Он же нынешний. Устинов с таким оргазмическим, оргазмической дружью в голосе сказал в зал, мы все государевы люди. Это было сказано в 21 веке в европейской стране. Вот оно, влияние этой монгольской матрицы, которая до сих пор действует. Ну и что это тогда значит, в смысле, я не знаю, эффективности нашей бюрократии, ответственности нашей бюрократии? Если да, все государевы люди. Какую роль тогда играет бюрократия, если все они государевы? Просто исполнители одной воли. Но, может быть, это же, скажем, в определенных условиях мобилизации эффективно. Вот как, я не знаю, сталинская модернизация, там, в войну мобилизацию, там, промышленность переместили. Ну, в общем-то, им было за что драться. Они дрались за сохранение своего контроля над этой гигантской и богатой территорией. Тут ничего страшного в их колоссальных мобилизационных усилиях. И ничего удивительного в их колоссальных мобилизационных усилиях нет. А мобилизация, да, она, в общем, была такая же, как при Петре. При Петре стимул, кстати, был то же самое. В общем, модернизация, так называемая модернизация Петра, она же была военного толка. И все было подверстано под эти цели, кончая образованием, которое было прикладным техническим для того, чтобы могли воспроизводиться морские офицеры, артиллеристы и так далее, и так далее. Это было главное. Хотя Петр увидел в Европе, что проспали возрождение, проспали просвещение, но он вывез все-таки оттуда вот эту совершенно конкретную прикладную функцию. При Сталине тоже все было ориентировано на военную мощь. И, кроме того, и при Петре, и при Сталине это была такая заимствующая модернизация. Они копировали существующие достижения других, не копировали методы, в результате которых появляются такие достижения, а копировали сами достижения. Но при этом сами институты все-таки по каким-то странным логикам нашего зазеркали и извращались, потому что, копируя бюрократию, мы воспроизводили вот этот вот ген коррупции. Потому что, вот насколько вот это меня, прежде всего, интересует, насколько эндогенно наша коррупция, вот это вот бюрократическое. Потому что посмотришь, что брикозной дьяк тогда, что вот это вот все эти идеи дать землю накормления, все эти, как они там называются, командировки накормления, приношения, кормы, посулы, вот эти вот бюрократические. Бюрократическое. Что мы видим с Меньшиковым? Да. Значит, вот давайте так. Вот здесь как раз ничего оригинального нету. Более того, в некоторых сферах коррупции Россия была даже отсталой стороной. Ну, даже, я не знаю, как это назвать, коррупция, не коррупция. Ну, вот, скажем, Франция, ну, так, с 17-го плюс-минус века, что самое интересное там было в бюрократии, это рынок должностей. То есть при Короле Солнце? И, естественно, и до Короля Солнца, и после Короля Солнца. И при 15-м, и при 16-м. Да, прозванным так за то, что следовал непосредственно за 15-м. Что это был за рынок? Совершенно потрясающе. Во-первых, он был официальный, это был способ пополнения казны, и это было не только во Франции, это было, скажем, в Англии тоже, и там были случаи, описанные историками, когда одну и ту же должность одномоментно продавали нескольким людям, ну, накладки. Не то, чтобы вот нарочно. Это как у нас, знаете, в самолете овербукинг есть, да, там одно место трем пассажирам продали, да, да. И такое тоже бывало. А дальше, если ты покупал должность, то дальше ты по действующим законам, ты мог ее передать в наследство, заложить, продать другому человеку, дать приданной дочери и так далее, и так далее. А карьеры, бюрократические дела, с таким образом, ты покупаешь маленькую должность, дальше ты на этой должности, ну, естественно, навариваешь, как положено, что, в общем, считалось вполне естественным. Через некоторое время ты ее продаешь, присоединяешь к своим наваренным капиталам и получаешь следующую должность. И таким образом можно было добраться до должности, ну, на уровне министра. Вот таким славным путем. В России, например, такого не было. Но все-таки должность воспринималась прежде всего как возможность кормления, в первую очередь, скажем, взять структуру мотиваций чиновника, там, я не знаю, ну, в 17 веке, там, при Алексея Михайловича, предположим. Первично, что было первой мотивацией нашего бюрократа, исполнить государеву волю или все-таки, так сказать, себе обеспечить существование в первую очередь, в вторую очередь, ну, исполнить какое-то так, создать общественное благо. Тут надо понимать, что, опять же, речь идет об универсальном историческом явлении, зарплата чиновника — это еще более свежее изобретение. Вообще-то, раньше считалось, что это совершенно не обязательно, это касалось не только, ну, что я буду платить зарплату какому-нибудь там... Таможеннику. Да, идет чиновнику, таможеннику, после того, как я получил от него деньги за эту должность, дальше он сам найдет, как себя прокормить на этой должности, это же совершенно очевидно, что в России, что во Франции, никаких проблем. Но это касалось и гораздо более продвинутых структур. Ну, например, гигантские бюрократические структуры под названием Устинская и Левестинская компания, английские, равно как и голландские, например, они своим чиновникам в колониях не платили. И именно таким образом, собственно, те территории были инфицированы этой болезнью под названием коррупция. Хорошо, то есть вы хотите сказать, что Россия в этом отношении абсолютно не оригинальна и не уникальна ни по уровню своей коррупции, ни по размаху? Дело в том, что коррупция возникла гораздо раньше, чем возникла бюрократия. Коррупция существует постольку, поскольку существует начальник и подчиненный, и когда у подчиненного есть возможность, как бы, делая вид, что он работает на начальника, наваривает что-нибудь себе, бюрократ он или он приказчик в лавке, это совершенно не важно. Это универсальный социальный закон везде, всегда, и никуда от этого не денешься. Ну, конечно, у России есть своя специфика, связанная с историей, с экономикой и так далее. Но это не оригинально. Да, но все-таки я хочу вот насчет этой специфики поговорить, с какой стороны, с политэкономической стороны зайти. Что у нас, вот как говорят многие политэкономы, там, не знаю, Кордонский тот же, да, у нас ресурсное государство, или там Бессонова, раздаточная экономика. То есть у нас всегда государство, в отличие от той же Франции, перераспределяло значительную, если не подавляющую часть, национального продукта. Отымало все у крестьян, там, у промышленников и так далее, и все перераспределяло в силу своих стратегических необходимостей. У государства в руках был вот этот весь ресурс. И, соответственно, у бюрократии были гораздо большие, чем на Западе, стимулы, вот чтобы, так сказать, часть этого ресурса прилипала у них к рукам. — Тоже историческое заблуждение, потому что те масштабы перераспределения, которые мы имеем сейчас, не только в России, а в шведское государство перераспределяет колоссальные ресурсы. Что, вы не знаете, какие там налоги? — Ну да. — Ну уж гораздо больше. — Во Франции тоже сейчас 75%, да, хотят свыше миллиона? — Вот именно. На самом деле, это вообще достижение 20 века. Вот эти гигантские масштабы. А когда государства и, соответственно, современная бюрократия, ну, так сказать, а-ля современная появлялись, они перераспределяли совершенно ничтожный бюджет. Ну, извините, если монарху по имени Петр Первый для того, чтобы пушки сделать, нужно было валить колокола церковные, то что он там перераспределял? Побойтесь Бога. Это заблуждение. Это все началось гораздо позже. Даже российская монархия 19 века перераспределяла по сравнению с современной, ну, на порядок меньше. — Ну, то есть, скажем, сцены, описанные в «Гоголевском ревизоре», «Городничьего», они абсолютно точно так же могли быть в любую из европейских стран. — Он за порядком. Он следил за порядком, он с этого имел. Но вы не найдете в комедиях, начиная от «Гоголя» и кончая «Суховох Кобылиным», вы не найдете сюжетов о перераспределении, в принципе. И это не случайно. — Что не было в таких масштабах, как мы сейчас полагаем. — Нет, конечно, конечно, не было. Вообще регулярные налоги тоже довольно сравнительно, так сказать, новомодные вещи. Чаще это были отхок. Ну, вот надо идти на войну или еще что-нибудь. — Но все-таки в любом случае тот же самый «Городничий» кормился со своей должности и не зависел, ну, в меньшей степени зависел от своего жалования. — Да, конечно. — И генеральского. — Тут проблема... — Правда, это уже были времена, когда уже появлялись жалования, пока маленькие и так далее, и так далее. Но эта проблема лежит в другой сфере, потому что коррупция в той же Франции, Англии, Америке и так далее была тоже немало и давно. Но, как сказал в середине XVIII века председатель Нижней палаты английского парламента, эти сволочи за пару куриц продадут... Любой из этих сволочей за пару куриц продаст правосудие. Это про английских судей, да, неподкупных. Коррупция на выборах была в Англии до начала XX века. В Америке еще позже были проблемы. Я помню, Кеннеди, там, кланы и прочие... — Ну, не будем говорить о Чикаго, скажем, да, выборы. — Ну, конечно. — Или Флорида, да, при Джебби Буши. — Нет, это там... Это уже настолько ничтожно, просто уже несерьезно. — Ну, понятно. — А главный ключ там лежит в другом. Это, конечно, в гражданском обществе. — Как ограничитель бюрократии, ограничитель вот этих вот амбиций государства. — Да, да. — И эта функция уже только в XX веке появляется такая ограничительная. — По-разному, да? — Где как? В Англии пораньше, конечно. — Ну, да, естественно. — Америка, я извиняюсь, гражданское общество росла. С общин низовых росла постепенно наверх. Ей повезло в этом смысле. — То есть бюрократия — это та сила, которую общество постепенно училось ставить себе на службу. — Да. — Себе в обороне. И в огромном числе стран это удалось. Это удалось. Лозунг, так сказать, службы обществу возник именно из-за вот этой наличия вот этой другой чашки весов под названием гражданское общество. И это главное. — В то время как у нас это было то, что вот Устинов и говорил, служба государева. Всегда. — Да. — В том числе в Советском Союзе это была служба государева. Вот сейчас меня советская бюрократия очень интересует, советская номенклатура. — Вы знаете, там была, там, конечно, была коммунистическая идеология, народ, пролетариат, там куча всяких идеологем. Но, опять же, в этом ничего нового не было. Опять же, когда бюрократия формировалась, ей нужна была своя какая-то легитимность. И легитимность такая, которую они не могли заимствовать у монархической власти, естественно. И тогда, в том числе под влиянием идей просвещения, возникла вот эта идея, что государство служит, должно служить, так сказать, гражданам. Это всего лишь XVIII век, совсем недавно. И, собственно, вот кто этим занят-то в государстве? А мы, бюрократы, этим и заняты. И вот эта идеология служения, она возникала тогда, она проникала в весьма просвещенные умы, она тиражировалась и развивалась. Но нельзя сказать, чтобы 100% бюрократия этим руководствовалась. То же самое, ровно то же самое. Вот эта идея служения общественному благу, просто переработанному идеологическому виде, работала с опозданием там на 150 лет. И... В советской бюрократе. В большевиков, да. Потому что она не успела возникнуть серьезно во времена, ну, так сказать, окончания русской монархии. Примерно с убийства Александра Второго, можно уже отчитывать ее похороны. И уже опаздывала на 100-150 лет к моменту убийства Александра Второго. И это опоздание породило, не возникнув там, где это должно было возникнуть, Оно породило этот внешний заменитель, так сказать, на базе там Маркса и прочей всякой хрени. Вот. Ну, а советская бюрократия все-таки, номенклатура. Почему же тогда Троцкий говорит о преданной революции? Почему, скажем, тогда Джиллос и Васленский пишут о номенклатуре как об особом правящем классе? Какое же служение общественному благу? Да нет, никакого служения общественного блага, точно так же, как трудно заподозрить в тотальном служении общественного блага в французскую бюрократию, я не знаю, начала 20-го века. Хотя там эти идеи уже были укоренены и им преподавались. Конечно, человек при любой возможности работает на себя. Это неизбежно. И это выдавливается только при наличии постоянного внешнего контроля и давления, которым, собственно, и занимается в норме гражданского общества. А извините, какое хренам гражданское общество во времена Советского Союза? То есть оно было либо в спящем, либо в подабливанном состоянии отдельных подавляемых редких очагов. Ну или работает на государство в условиях тотального страха и репрессии, если брать 30-е и 40-е годы. Это работает не гражданское общество. Нет, да, я понимаю, но это тоже сильный внутренний некий цемент, который скрепляет вот эту вот советскую вертикаль, страх. А, страх-то, ой, нет, я думал, вы имеете в виду такую просоветскую интеллигенцию, да? Нет, нет, я имею в виду мотивацию бюрократии, которая вот почему она работала в 30-е и 40-е годы. Грубо говоря, пока Сталин был жив, так сказать, существовала атмосфера страха, и вот эта вот вся, она являлась смазкой вот этой вот гигантской машины приводных ремней. Ну, это маленькое упрощение, потому что, во-первых, сначала была идеология, бесспорно, потом корпоративный интерес, собственно, когда этот, ну, они, конечно, не называли себя бюрократией, но, тем не менее, вот это ощущение корпорации, оно, естественно, возникало. Да, естественно, возникал интерес, естественно, возникала потребность его защиты и так далее. И третье, это, собственно, и страх, конечно, потом. Ну, и когда умирает Сталин, да, 5 марта 1953 года, и, ну, еще по инерции какое-то время это идет, то есть, вот, как мне кажется, как будто цемент весь распался вот в этой вот гигантской кирпичной пирамиде. И начинается вот эта вот тотальная приватизация, распад этой пирамиды, которая продолжается вплоть до распада Советского Союза. Ну, да, собственно, корпорация-то осталась, и корпорация попала в очень комфортные условия. Страха нет, гражданского общества нет, и тут вообще все, песня. Ну, да. Об эффективности уже речи нету. Простейший пример, конечно, это Косыгинская реформа, да, которая загнулась как раз под давлением этой корпорации, которая понимала, что реальное осуществление этой реформы означает уменьшение их власти. То есть, вот это вот местничество, весь этот товарищ Сааков, который там из Кавказской пленницы, который разруливает все местные вопросы. То есть, эти клаки, да, кланы местные, все эти прокуроры. Клики, да. Клики, да, 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 клики, скорее, да, клаки, это в театре. Вот, они именно тогда формируются, да, в Советском Союзе. Вот эта вот атмосфера тотального блата и административных вот этих вот токов. Нет, блат начинался раньше, до войны, конечно, и он всегда существует, когда есть система дефицита и система централизованного распределения. Поэтому это и описано еще, так сказать, в военной литературе, это еще так не называлось, но само явление это описано, конечно. Даже у Ильфа и Петрова это есть. Это раньше, это проблемы дефицитной экономики, прежде всего. Ну, а просто дальше это расцветает, поскольку ничем не ограничено. Ну, да, и все вот эти 70-80-е годы приходят Горбачев уже на вот такое вот распавшееся бюрократическое. Абсолютно гнилое эмиссию, да. Абсолютно гнилое эмиссию. Ну, о том, во что это вылилось в 90-е годы, годы уже вашей политической деятельности, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о чиновничьем сословии с Георгием Сатаровым, президентом фонда «НДМ». Георгий Александрович, в 90-е годы вы вот с этим первым демократическим призывом пришли во власть. Ну, все-таки, ну да, с полуторным Станкевича, вот это все. Я позже Станкевича. А, вы позже. Ну, начинали, по крайней мере, вы где-то в 90-м году, да? Ваши ощущения от бюрократической машины российской тогда? Да. Насколько у людей был силен вот этот вот частный, приватный интерес? Можно ли их сравнить с нынешними бюрократами, с нынешними чиновниками? Ну, вы знаете, наш, мой, моих друзей и коллег призыв — это некое очень специфическое явление. Ведь вместе со мной пришли в Кремль в 93-м году люди, которые, как и я, к этой карьере себя совершенно не готовили. И они пришли... Потребность в людях такого толка, в экспертах в составе бюрократии, да? Не вовне, а в составе. Возникло в результате вот этого страшного ощущения непредсказуемости, нестабильности и так далее. Вот нужен был какой-то интеллектуальный ресурс. Я не уверен, что мы эту задачу выполнили. Я сейчас объясняю просто вот эту потребность, которая возникла в высшем политическом руководстве. И когда они искали этих людей, то им было абсолютно наплевать на их социальное происхождение, на национальность, где они родились, они, значит, тем же спортом занимаются или нет, и так далее, и так далее. Вот есть какие-то признаки того, что они в состоянии решать некие интеллектуальные задачи. Тогда надо вот присмотреться. И в результате приходили люди без, ну, как это... Номенклатурного бэкграунда. Во-первых, без номенклатурного бэкграунда, а во-вторых, с ощущением самодостаточности. Ну, грубо говоря, да, я готов туда пойти помочь, но я в любой момент могу уйти, потому что это не моя карьера, и, ну, сейчас в стране тяжело президенту, я за него голосовал, тяжело, ему надо помочь. Ну, вот, помогаю несколько лет и слиняю. Ну, это, так сказать, люди вашего круга, эксперты, аналитики тоже, я не знаю, в большой степени... А ведь это существенно. Это существенно, потому что, ну, вот я был помощник президента, это в той табеле о рангах эквивалентно вице-премьеру. Генерал армии, если брать военный, значит, этот ранжир, да. Да, и мы обладали очень большой символической властью, и от тех сигналов, которые мы посылали дальше, зависело очень многое. И от того, на что мы смотрели, как мы оценивали действия в тех или иных сферах. А вы были, скажем, ну, не субъектом, но, так скажем, объектом каких-то там коррупционных попозновений. Ну, как сейчас, понимаете, если говорить о вот это... То есть через вас пытались лоббировать какие-то вещи. Насколько вот в тот момент, в 90-е годы, вот эта вот всепронизающая коррупция была всепронизающей, была тотальной? Ой, ну, совершенно... Или тогда гораздо меньше? Гораздо меньше в масштабе. Значит, я... Ну, правда, ну, что моя должность-то, я же не экономикой занимался. Ну, подложить бумагу какую на подпись. Ну, да, я понимаю. Объектом лоббирования постоянно. И, в общем, это нормально. Как-то, наверное, немножко знали, что не очень, как бы, полоббируешь, ну, скажем так, классическим российским образом подмазов, да. Поэтому пытались аргументировать. Ну, вот, полезно то-то, то-то и то-то. А дальше я решал, полезно это или не полезно. И все. И то, что я считал неполезно, я отметал. То, что я полезно, я считал, что нужно помочь этому. Ну, то есть в тот момент... Попытки были две, прямые попытки дать взятку были. Одну я просто сразу отмел, а вторую, там, во время одной поездки сделали дорогой подарок, я его передал Владимиру Николаевичу Шевченко. Служба протокол. Протокол, да. И привет. А тогда это не практиковалось, я не знаю, там, места в Совете директоров, вот это вот слияние власти и бизнеса. То есть не очевидное денежное, а вот это вот то, что там, я не знаю, детей пристраивать в Совете директоров. Вообще не было, я не знаю ни одного такого случая, ну, по крайней мере, там, в ближайшем президентском окружении, в службе помощников, или что-нибудь в этом духе. Ну, это легко же проверить по прессе, потому что тогда было гораздо свободнее, чем сейчас. Да, собственно, было больше прозрачности, и, мне кажется, такие, понимаете, сейчас, когда эти разоблачения делаются, как бы, ну и что, все говорят. Ну, вот сын там вице-премьера, работает вице-президентом банка такого-то. Ну, понятно же. Вот, мне кажется, если бы там в 93-м году такие разоблачения были бы, был бы скандал. Ну, вообще приведу пример, чтобы большинство радиослушателей наверняка об этом забыли. Это, между прочим, уже 97-й год. И вдруг, значит, скандал на каналах, в газетах и так далее по поводу того, что несколько крупных чиновников подрядились писать книжку о приватизации, и у них гонорар, между прочим, смотрите, какой. Помню, помню, да. Не помню точно, какой это размер гонорара. Тогда он оказался возмутительным. Да, конечно. Но закончилась эта отставка этих чиновников просто. Да, я помню. А гонорар какой-то небольшой там, по нынешнему. Ну, по нынешнему это слез. Нет, тогда нам, конечно, всем казалось, что это очень большой гонорар. И сейчас что-нибудь представить подобное просто невозможно. Да. Я уже говорю о том, что цифры совершенно другие. Не, ну, вообще, даже вот сейчас в связи с кончиной Грачева вспоминалось, говоря об уровне коррупции тогда и теперь. Паша Мерседес. Собственно, тянулась за ним эта история с двумя Мерседесами западной группы войск. Там Мерседес 500, которые как-то там что-то приватизировали не так, и записал он непонятно на куда, на кого. Слушайте, сейчас вообще по нынешним меркам два Мерседеса – это какой-нибудь просто средний следак на сдачу берет за какое-нибудь закрытие уголовного дела. Ну, да. Вот. Понимаете? Минимум. Вот. Просто по уровню. А тогда вся пресса вообще 10 лет шумела с этим. Ну, тогда работал, на самом деле, ровно тот механизм, о котором я говорил. Контроля гражданского. Конечно. Конечно. Во-первых, это оппозиция, которая была влиятельна, которая была реальная. Во-вторых, это независимые СМИ. В-третьих, это всякие общественные организации, которые работали абсолютно свободно. И это совершенно другие условия. И что происходит с Путиным? Что такое вот этот путинский призыв бюрократии? Вы знаете, тут дело не совсем в Путине. Вот я хочу понять. То, что произошло в нулевые годы и происходит сейчас. Чудовищное разрастание бюрократического аппарата, соответственно, сопорождающегося его чудовищной коррумпированностью. Это был некий... Это системное свойство путинского режима? Или это просто российская система, вот этот ген, о котором мы говорили, себя вот так само воспроизвел в условиях путинской вертикали, так называемой? Тут два эффекта. Первое, то, что происходило после 96-го года, скажем так, 96-й год, это точка невозврата. Выборы, второе выборы, я имею в виду. И хотя, как бы, календарно радикальная фаза революции закончилась в 94-м году. Правильно? Реально, тем не менее, ощущение возможности возврата было. Я говорю именно об ощущениях, потому что ощущения тут важны. А вот эти ощущения начали пропадать после выборов 96-го года. И, собственно, начинается постреволюционный период, классический, описанный историками и социологами, постреволюционный период. Это усталость от революции. Собственно, все, она уже пройдена. Усталость от революции, усталость от слабости государства. Возврат, по контрасту с революцией, как бы, в массовое сознание ценности государства. А где государство, там и, извините, бюрократия. И, собственно, приход... Вернее, по-другому. Вспомните конец 99-го года, Вторая Чеченская война. И вспомните реакцию общества на Вторую Чеченскую войну и сравните ее... С реакцией на Первую. Да. Да, да. Совершенно другая ситуация. Потому что изменилось вот это отношение к государству. Оно, как и положено в постреволюционном периоде, становится важной ценностью. А тогда, собственно, и лидеры нужны такие, которые бы работали на эту ценность. А не на разрушение старого государства с государством вместе как таковым, как обычно бывает при революциях. И Примаков, и Путин. Это были ровно такие люди. И каждый из них мог бы занять соответствующее место. Государственники. Да. И те, кто, скажем, был в элитах из-за того, из-за другого, ждали примерно одинакового от них. Да. Вот того, всего того, что связано с государством. И это корреспондировалось вот с этими... С возвратом вот этих общественных ценностей. То есть они отвечали на некий общественный запрос на возврат государства и вместе с ним на возврат бюрократии. Да. А дальше, конечно, начинается наша российская, во-первых, специфика и этот менталитет, и это ослабленное гражданское общество и так далее, и так далее. Это раз. Во-вторых, ну, безусловно, здесь и как бы идея, подход к государственному управлению как таковой. Общая идея очень простая. Мы знаем, что делать. Все на самом деле очень просто. И не надо нам мешать. Мы все хорошо сделаем. И дальше они начинают пытаться это делать. И даже кое-что, принимая какие-то советы, вроде плоской шкалы налогообложения, даже какие-то мелочи удается им сделать. Но в целом, вот эта опора на модернизацию силами бюрократии, она в тот момент была несостоятельна по двум причинам. Во-первых, не было адекватной бюрократии. Такого рода задачам она уже была, понятно, какая. Самые эффективные давно оттуда ушли. Те, что остались, коррумпировались и так далее, и так далее. А во-вторых, страна примитивными методами, в принципе, неуправляема. И она неуправляема, когда существует уже сформированное при Советском Союзе разнообразие потребностей, разнообразие задач и так далее, которые в мобилизационном режиме не решаются принципиально. Да здесь, может, такой ГБшный инстинкт сыграл злую шутку с Путиным. То, что, так сказать, имманентное недоверие общества, стремление к ручному управлению, ручному разруливанию всего и вся, в том числе путем бюрократии, но это не сработало. Я думаю, что если бы пришел вместо него налоговик, было бы примерно то же самое. или какой-нибудь другой, ну, такой матерый, чиновник с матерым советским опытом, именно чиновник. А Путин чиновник по своему менталитету? Нет. Он скорее такой... Чиновник, видите ли, это работяга все-таки. Ну да, Фрадков, Фрадков, скорее, да, Фрадков чиновник. Примаков, наверное, тоже чиновник. Но он там, у него замешано, конечно. Внешне политическое. Да, и научная деятельность и так далее. Все-таки у него очень сложная такая... У него габитус гораздо сложнее, чем у Путина, несопоставимо просто. Там на пятерых человек хватит. Правильно? Вот. А тут, да, конечно, спецслужба является крайним выражением этой идеи, что вообще все проблемы решаются правильным приказом и правильным исполнением этого приказа. Вранье. Это если кого надо замочить, и то, если умеют мочить и прятать концы в воду. А в жизни все гораздо сложнее. Но сейчас не получается ли так, что Путин, вызвавший к жизни этого монстра, это чудовище Франкенштейна, сам стал его заложником в результате вот этой бюрократии? Это бесспорно, потому что ставка на бюрократию как орудие модернизации предусматривает подавление всех остальных автономных структур. Ну, например, в сферу политики подавлено, да? Ну, например, автономия предусмотренной конституции, типа там федерализма, разделения властей подавлено. Вот есть вот это то, что они называют вертикалью, так и не возникшей. И вот я эту вертикаль конструирую. Если я конструирую эту вертикаль, ну, например, назначениями, то я, естественно, от нее завишу. Я вам приведу один маленький пример, когда речь шла о президенте другого толка с другим отношением к аргументам. Когда мы в 93-м году, еще будучи членами президентского совета, несколько интеллектуалов, убеждали Бориса Николаевича, что нужно вводить выборы губернаторов, а Леонид Смирнягин, один из главных, так сказать, проповедников этого, сказал на очень узком таком совещании с Борисом Николаевичем. Борис Николаевич, если вы думаете, что когда вы назначаете, то они от вас зависят, то это не так. Вы от них зависите точно так же. Ельцин на него посмотрел, подумал и сказал, пожалуй. Это у него было такое выражение. И в данном случае, конечно, Путин заложник их, безусловно. А тут ведь не только по тому факту, что он их назначает, но и по тому факту, как назначает. Если ты назначаешь человека не по критериям, публичным критериям общественной пользы, то ты от него попадаешь в гораздо большей степени. Ну, например, ты звонишь некому чиновнику. Я сейчас, конечно, не про Путина, как вы понимаете, про некий средний вариант. Абстрактный, да. Абсолютно абстрактный. И говоришь, слушай, ну что там у тебя в ведомстве вообще, черти что творится, ты уж как-нибудь наведи порядок, ты чем там занимаешься. И в ответ ты слышишь. Сирый, а я еще не отбил того, что я тебе принес. Ну, и как можно управлять такой вертикалью? Ну да. И в этом смысле чиновничество, оно замкнулось само в себе, оно превратилось в некое сословие, в котором такое замкнутое сословие, сколько там, 2 миллиона человек примерно, да? Да. Ну, видите ли, оно замыкается... Слишком были бурные времена, которые мы пережили, и которые на самом деле, в некотором смысле, и сейчас остаются, и их влияние остается. И, собственно, номенклатура прежняя, она обновилась чрезвычайно сильно. Там есть огромное число людей самых разных. И мой опыт общения и посткремлевский последних 15 лет подсказан, вернее, свидетельствует о том, что на разных уровнях, в разных местах есть очень разные, в том числе, люди, ну, другого толка, скажем так, которые хотят что-то делать, которые видят проблемы, которые мучаются от того, что им трудно что-то делать, особенно в регионах. Это все есть. Поэтому нельзя сказать, что уж так тотально безнадежна эта ситуация. Другое дело, что общая система, система сформированная для такого рода людей, которые туда все равно попадают, для такого рода людей создает очень некомфортную среду. Система в целом, давайте попытаемся ее определить. Это паразитический класс чиновничества сейчас? Сидящий на неких ресурсах и распределяющий... Вот я пытаюсь понять систему мотивации чиновника. Вот то, что вы говорите, серый, я деньги не отбил. Система мотивации, она прежде всего свой приватный интерес. И вот в процессе удовлетворения приватного интереса исполняются некие общественные функции. Ну, видите ли, всем с более-менее солидным жизненным опытом известно, что в сутках только 24 часа. Очень суровый ресурс. И если ты на рабочем месте занят собственными проблемами, то у тебя возникают проблемы с твоими штатными функциями. Ну да, с подотчетностью. Ну, конечно. И это неизбежно. Именно поэтому, скажем... Ну, известно, что, скажем, там, милиционеры, прокуроры заняты каким-то своим бизнесом. Ну да, открыть уголовное дело, чтобы, так сказать, отжать деньги с предпринимателей и заодно в отчетность... Нет, это... Нет, я имею в виду нормальным легальным бизнесом, строительным и так далее. Вот простейшая вещь. Вот как в регионах это бывает. Тебе нужно построить магазинчик. Ты приходишь... Тебе нужно выделить площадь под это. Ты приходишь в соответствующее подразделение муниципалитета, и тебе говорят, вот, пожалуйста, карта. И ты видишь, что там какие-то бросовые места, куда, в общем, даже олень не забегает, а не то, что покупатель. И тогда тебе говорят, ну, в принципе, есть другие карты. Вот у прокурора одна, у главного мента другая. Вот они контролируют определенную территорию. Вы можете прийти и договориться. Ты приходишь, допустим, к заместителю городского прокурора, и он тебе показывает другую карту. Но за это он получает определенную часть твоего бизнеса. Более того, ты решаешь все проблемы. Ты даже можешь начать строительство до получения всей документации. Никаких проблем. Он это решит сам тебе и поможет, как участник этого бизнеса. Но вот это стандартные вещи. Это, естественно, отнимает время. Нужно этим бизнесом заниматься. Нужно его контролировать и так далее. А у этого зам городского прокурора это не единственный магазин. У него много всяких дел и интересов. А в результате в той части, которая касается их штатных функций, получаются такие вещи. Ну, план-то ему спущен, да? И дальше происходит следующее описанное. Значит, вот есть некий бомж. На него быстро оформляют какое-то дело. Быстро, значит, к прокурору. Тут же к судье. Там быстро тут же это за 20 минут выносится решение. Его привозят обратно. Пишут на него же новое дело. И, значит, опять к прокурору, опять к судье. Второе дело. И вот так нагоняют отчетность там по каким-то делам. И таких приемов огромное количество. Наша уголовная статистика – это песня абсолютная. А уж что получается с защитой граждан от преступных посягательств в результате? После того, как они заняты своим бизнесом, а потом заняты тем, что они возят бомжей и накручивают отчетность, что остается нам, мы знаем на собственном опыте. Ну, то есть, фактически, метафорически, это все выражает раковая опухоль. Да. На теле общества и на теле государства. Не бюрократия как таковая, потому что от нее никуда не денешься. А та бюрократия, которую мы получили сейчас в результате. — Насколько, глядя на весь объем нашего чиновничества, какой процент раковых клеток? В какой смысле это здоровая ткань, а в какой степени это уже злокачественная ткань и ее метастазы? Ну... Или сложно так? По оценкам не нашим, потому что мы не могли рассматривать чиновников как поле социологическое, нас туда не пускали. А по оценкам, которые давала Генеральная прокуратура, по-моему, несколько лет назад, они называли цифру порядка 80%. — То есть 80% нашей бюрократии на федеральном и местном уровне заняты вот той деятельностью, которую вы сейчас описали, в первую очередь вот этим обслуживанием собственных интересов. — Да. Но это не мои оценки. — Ну, понятно. — Я не исключаю, что эти 80% завышены. Не исключаю. — Ну, очевидно, больше половины. Больше 50%. — Вы знаете, проблемы для государства начинаются, я как социолог могу сказать, с 17%. — Откуда такая цифра? — А с 17% начинается эпидемия. — Ну да, чисто эпидемиологически. — Ну, конечно. — Что у нас совсем немного времени осталось, и самое интересное, но, может быть, и самое сложное. Какой выход из этого всего, с этой раковой опухолью? — Что лечить консервативно или операционно? — Нет. Мы с вами уже решили, и решили правильно в процессе нашего разговора, что главная проблема, которая у нас сейчас имеется, это отсутствие внешнего контроля над бюрократией. Значит, первое, главное и непременное — это возврат внешнего контроля. А это изменение политической системы. Без этого ничего не сделано. — А в том анекдоте про сантехника, тут надо систему менять. — Совершенно верно. — А в Китае, вот я знаю, у вас были исследования, как эту проблему решили с Китаем. Все мы слышим, что там ежегодно расстреливается пара тысяч чиновников. Там бюрократия эффективна? — Там бюрократия, конечно, эффективнее нашей, и это связано с колоссальным количеством важных обстоятельств, начиная с конфуцианской традиции, идеологии и традиции этой бюрократии, которая, вообще говоря, держится до сих пор. — Там эти системы экзаменов. — Ну, конечно, да. Ведь в Китае никогда не было аристократии, между прочим, да? А были вот эти, там, несколько тысяч лет были вот эти экзамены, или любой крестьянин, если деревня могла скинуться и обеспечить ему возможность сдавать экзамены, мог подвинуться, да? Это первое. Второе — это централизованная власть, наследованная от компартии, которая по-прежнему называется компартией, и своеобразная, не протестантская, но своеобразная восточная трудовая этика. И, конечно, это делает китайскую бюрократию несколько эффективнее, хотя коррупции там много. — Ну да. Ну что ж, так мы поговорили исторический обзор российской бюрократии от царя Гороха до царя Владимира, как это сейчас все происходит. Вы знаете, напоследок школьная вот эта вот цитата, но все-таки она неизбывная, Радищевская, да, то, что она в стиле мохиды. «Чудища обла, озорно-огромно-стазевные лаи», глядя на нынешнюю нашу бюрократию, то, как мы ее описали в рамках, в терминах «раковые опухоли». Но, кстати, вот в этом отрывке, то, что цитирует Радищев из Тредяковского, а он — это из Вергилия, перевод, повествуется о наказании царей в аду. Царь в аду глядит в зеркало и видит вот такое — наказание царей за злоупотребление властью. Так что вот давайте будем надеяться, что наше тюрище рано или поздно будет наказано. По крайней мере, на это работает фонд Индем и наш гость Георгий Александрович Сатаров. Это была программа «Археология». Я ваш археолог Сергей Медведев, запультом Иван Куприянов, продюсер Дина Турбовская. Доброй ночи и удачи! Продюсер Дина Турбовская.